Данное видео созданное в развлекательных целях. Все показанное сегодня по-добройной. Это шкарлупский семечек. А мне семечек. А мне. Здравствуйте всем, ребятушки. Подойдите ко мне обязательно. Посмотрите вот это видео. Я буду расхищать мусорные баки. И ставьте лайки на данное произведение искусства. Офигеть. Какой шикарный газон, ребят. Какой газон шикарный. Жесть. Я бы на таком поспал бы. Так. Чем порадует вот эта загородная корми и лица? Она пустая. Тут хотя бы один пакет есть. И вот там один. Сейчас посмотрим. В черных пакетах часто бывают выносы с хат. Вот таких. Опа. О, а что это? Мониторы? Ноутбуки, ребят. Охренеть. И тут походу вынос. Ебать. 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 Посмотрите. Ой-ой-ой. Так это современный ноут. На Windows 8. Это Lenovo G50-30. А ну он целый? Он вообще целый, ребят. Охренеть. У него экран даже целый. Интересно, какая тут видеокарта и процессор. Обалдеть. Просто кайф. Охренеть. Еще один ноут. Тоже Lenovo. Lenovo. Кто-то фанател по компании Lenovo, но потом что-то перестал быть фанатом и все повыкидывал. Он вообще в воде как будто был, посмотрите. Он в воде как будто плавал. Все ржавое. В каком-то подвале может валялся. А, тут еще он экран битый. Ну ничего, на запчасти может и возьмут его. Сканер отпечатка пальца, смотрите. Это ноутбук Lenovo, модель B560. Стоит на запчастях вот такие вот постолька на Авито продаются. А вот этот ноутбук стоит на Авито вот столько в рабочем состоянии. Если он рабочий, конечно, я его продам на пару тысяч дешевле, чтобы побыстрее продать. Приду в гараж и проверю. Ну это просто кайф, ребят. Два ноута, вообще жесть. Так, а где от ноутбуков, кстати, блоки питания? Блоки питания, блин, не выкинули. Еще одна загородная кормилица. Опа, Balenciaga. Коробка от Balenciaga. Нифига себе, походу оригинал кто-то покупал. Смотри, какой-то конверт, а тут что? Смотрите, Balenciaga. Сертификат прям, смотрите. Balenciaga с Гонконга приезжала эта Balenciaga. Ну, то есть, по-любому оригинал кто-то покупал себе. Шикарно. Выкинули бы этот кто-то. У нас с хаты. Выкинули бы они с техникой. Вот, кто Balenciaga покупал. Было бы вообще шикарно. Ну, потому что кто Balenciaga покупает? У тех, у кого бабки есть. И могли порадовать меня техникой. Штребух написано. И тут. Привет, Штребух Саварт. Приветик. И тут Штребух написано. Понятно, кто тут лазил. На моих кормилицах. Подписчики. Я вам говорю, не повторяю. Что тут у нас? Шматковидная кормилица. В прошлый раз я вот тут золото нашел. Может и сегодня повезет. Но я буду просто в шоке, если я... О, ночник. Второй раз найду что-то дорогое здесь. То есть золото я нашел вчера. То есть я сегодня тут что-то найду. Это будет вообще развеет. Вообще жесть. Как можно золото выкинуть? До сих пор в голове не укладывается. Опа. Браслетик. Георгий. Написано. Вынос хаты. Сюда его. Тут поудобнее будет. Телефон. Нифига себе, ребят. Так это Samsung Galaxy какой-то. Со вздутым аккумулятором. На Type-C уже современный. Его видите, как раздуло. Аккумулятор вздулся. Так его можно восстановить. По-любому, ребят. Вот столько стоит на Авито такой. Я думаю, вот этот экземпляр на данный момент тянет на тысячу рублей максимум. Но все равно, ребят. Приятненько, приятненько. Может, еще телефончик найду. О, MP3 плеер это или что это такое с маленьким экранчиком? Какой-то брелок. Блин, сколько тут всего интересного. О, AirPods, ребят. Короче, я вот так все наушники заберу. В гараже уже переберу. Какие рабочие, какие нерабочие. Что там от айфона я увидел AirPods. Ого, ребят. Это очень редкая вещь. Windows Mobile. Это карманный компьютер. Т-мобилы MDA. Pocket PC. Охренеть, какая вещь, блин, ралитетная. Нифига тут флешка огромная в него вставляется. А ну он включится? Ну, конечно же, он не включится. Его, наверное, уже сто лет никто не включал. У него зарядка, наверное, ну да. Очень редкая. Как мне его зарядить-то? О, одноразочка убитая. Какие-то мелкие детальки. Гильзы. Чего, ребят? Гильзы. Посмотрите. От пистолета. Выстреленные гильзы. Вот еще такие гильзы. Нет, это очень криминальная находка. Ребят, гильзы пистолетные. Посмотрите. Нет, такое я даже брать не буду. А это крышка от него. Ребят, обалдеть. Крышку нашел от этого компьютерного карманного компьютера. У него, кстати, аккум вздутый. Из-за этого крышка не закрывается. Но это ралитетная находка. Потому что, о, смотрите, даже стилус есть. Такое ценится очень сильно. Такие находки вообще отлетают. По пять тысяч такие карманные компьютеры могут стоить. Потому что эта вещь уже уникальная. Такую вещь нигде ты не найдешь. Ралитет, одним словом. Грубо себе. Вот прям так. Ну вот пока проехал штук пять помойок. Вот что помойка дала. Не густо пока что. Так. Ого, какая кормилица. Помните, она была в прошлых видосах закрыта. Я попросил, искал, чтобы была свобода кормилицам. И в итоге ее открыли. Капец, как все завалено тут. Завалено одной бибой. Да блядь. Да ты сука. Техники пока я не вижу. Так, смотрите, RGB лента. А, это обычная белая. На два контакта. Ну, кстати, можно заюзать. Вот эту полоску заберу. Можно припаяться будет. Блоки питания у меня есть 12-ти вольтовые. Капец, тут темно. Все, больше нет RGB ленты. Где все RGB ленты? Все, нету. Капец. Вроде это и завалено. А вот там помойка вообще, смотрите, похоронена как. Так, а тут что у нас? Сюда нахуй. Нифига себе, ну вот какой, ребят. Блин, из него болт торчит. Его кто-то раскручивал. Пакет Белл. Ля, ребят, капец, какой он здоровенный. И экран целый. Это супер офигенно. Охренеть. 6 гигабайт DDR3 памяти. Nvidia GeForce 710M. И i5-3230M. Офигеть. Пакет Белл. На Core i5-ом. На Nvidia. Ребят, я буду молиться, чтобы он работал. Капец, это топ находка. Только, видите, его раскручивали зачем-то. Может, он поломанный. Ребят, капец. Вот это имба. Блок питания. Так, еще сумочка какая-то. Ребят, сумка тяжелая. Нетбук, походу. Блок питания. Блок питания. Ух ты, сухарички. Ммм, чесночные. Блин, обожаю. Гренки чесночные. Все блоки питания. Блоков питания, походу, нету. Еда зато всякая есть. Просто жесть. Офигенно. Офигенно. Офигенный день. Так, вот тут коробка. Блядь, я теперь все коробки буду сейчас проверять здесь. Капец топовая находка. Ребят, я в шоке. Это у нас пакет Белл. С самой большой диагональю экрана. Стоит вот такой на Авито вот столько. Чисто берем среднюю цену. Вообще никаких опознавательных знаков. Но такой примерно стоит вот столько. Ну, а мне бесплатно, ребятки. Побоечка дарит Киберспорт. Если доу целый, ребят, приеду в гараж, обязательно их попроверяю. Если ноутбук рабочий, то это вообще кайф. И вот и за 10 можно продать. А нетбук где-то за полторы тысячи. Охренеть. Так, а что тут у нас, ребятки? Где Диме? Тоже вот вопрос интересный. Ну, кинескоп от телека в пакете, блин. Вот это странно. Ой. Ой. Ой-ой. Что это такое? ТБЦ-15. Какие-то лампы. Ртутные, может быть. Что-то такое редкое. И, возможно, опасное. Посмотрите. Что это может быть, ребят? Напишите в комментариях. Я первый раз такое вижу. Куски меди. Это выброс какого-то самодельщика, ребят. Смотрите, сколько он меди выкинул. А медь-то я собираю. Что? Такие бывают пластиковые? Никогда не видел. Не знаю. Возьму, короче, вот эти штуки непонятные. Надеюсь, я их довезу. Хотя нет, страшно. Я знаю, с кем я проконсультируюсь. О, меди тут грамм сто. Диме разбирается вот в этом всём. Надо ему сфотку скинуть. А, вон он, сука. На горячем прям. Я его поймал. Крокодил ёбаный, блядь. Вот он, сука. Расхищает кормилицы. Дерёт. Так, 11 часов. Надо зафиксировать время. Может быть, сработаю на опережение сейчас. И вот эти кормилицы, я смотрю. Он ещё не успел вывести. Не успел. Сейчас я их задеру. Задеру эти кормилицы. Пока они хоть слегка сочные. Кто-то ж в них выкидывали с утра, по идее. Сука, дворники работают с утра. И разрывают кормилицы. Дерут их и берут из них всё. Нифига, какой кошачий дом. Фу, это собачачий. Воняет собачатиной. А вот эти вещички купят на барахолочке бабушки. Это им надо. Для спины вот это вот всё, да. О, запасы полотенец. В гараж мне надо очень сильно полотенце. Я их как тряпки использую. Так, а что тут ещё? Так, ещё покрывало. Так, а это подушки. Ну, подушки, может, даже купят. Ну, не вот эти штанины, а вот подушки. В чехле прям заберу. Подушечки. Подушатины. Поехали дальше. О, бэха какая, блин, красивая. На улице так пасмурно. Дождь вроде обещали. Но пока он ещё не пошёл. Ребята, 11 часов утра. И вот так темно на улице. Это странно. Тут голяк один нахуй, ебаный вред. Конечно, мы же расширяемся. Молодцы. Так, два телевизора заберёшь? Большие, плазменные? Плазменные. Заберу. А целые? Ну и... Так, нет, там, наверное, ну что-то... Битые, наверное. Ну как, они не битые, но что-то у него не то. Пошлите, посмотрим, если есть время. Я иногда у дворников, ребят, покупаю технику. С этим дворником ещё не работали. Посмотрим, что он там приготовил. Так, что тут у нас возле бака стоит? Шляпеточки? Ух ты! Типа Nike. Возможно, даже оригинальные. Да, ребят, оригинальные, 41-е. Ну, побегают ещё, забираю. Вообще стилёвые. Ух ты, какие подушечки. Львёныш. Целенький вот такой. Да это я заберу, это купят на барахолке такое. Так, что за курточки? ОДЖИ XL размер. Ну, это по помойкам лазить такая куртка. Ну, как будто бомж какой-то переодевался. На самом деле, такая одежда зарыганная. О, трава какая-то, смотрите. Это, наверное, для каких-то мышей выращивали, кормить. Или чего, травка такая. О, что-то есть здесь. Убогие рыбьи. Рыбьи сумки. У шлепеточки. Ну, такие, кстати, целенькие. В говне чуть-чуть. Так они целые, нормальные. Ещё побегают. Заберу. Их рублей за 150 можно будет продать. А это что? Миска какая-то кошачья. Тоже возьму. Опа. Вы нас с хаты. Сюда. Вы нас с хаты. Сюда. Ух ты, вывеска 24 часа с магазина, ребят. Вот это прикольная вещь вообще. Это я забираю. Здорово. А ты нас опередил. Нифига тут вынос огромный. Это с магазина какого-то. Ух ты. Смотрите, надпись открыта с магазина. Слушай, это ж ты айфон 12 купил. 14. А, 14 айфон? Охренеть. А можешь подписчикам рассказать свою, ну, по-быстрому мини-историю? Вот собираю, продаю и всё. Да? После моих видосов. Да. Вот на Авито продаю вот бараховки. И за сколько ты взял 14? Ну, быстро на него заработал? Да. Это с продажи находок с помойки. Это вот, что я продал. А, нет, это что продаю сейчас. Ага. Сейчас помойки. Вообще красавчик. Мои видосы, блин. А вот проданы, что. Ага. Сколько? 83? А можешь вверх показать сумму, сколько ты заработал? 150 тысяч? У меня профиля три таких. А, у тебя три профиля? Конечно. Я на всех профилях продаю. Ага. Сколько уже занимаешься? Лет пять уже. Лет пять? Ну. Ну, ты, блин, профессиональный конкурент. Блендер тут нашёл. 500 рублей ты за 500? Красавчик. Так, ну пора и нам подзатариться. Так. Нифига, это какие сетки топовые. Это от стеллажа, походу, какого-то. О, это ж этот термометр, вот такой гидрометр. Офигенный. Слушай, походу на этой помоечке я тут сейчас долго буду лутаться. Загружу весь свой мопед. Нифига, тут сколько выносов, ребят, посмотрите. Весы электронные целые. Велосипед купил? С продажи находок с помойки. Он новый, видишь? Хороший вообще. Турней. Ну, вообще топовый лайбик вообще. Ну, для помоечки надо что-то грузовое. А у меня есть машина, и все. Машина есть? Конечно. Ну, это когда уже что-то габарит попадается большой. А? Я бегом наверху лечу в машину. А? Нифига, ковер тоже так-то неплохой. Откуда? Это тут было. А я вас не первый раз вижу, ребята. Не первый раз вижу. А что мы делаем плохого? Выкидывайте здесь что-то. Нет, мы наоборот собираем. Мы вон складываем. А то смотри, куда вы. Не, мы не выкидываем мусор. Какого-то магазина выкинули по-любому. Вот эти сеточки на вас забирать вообще имбовые. Я не знаю, правда, от чего это. Но это что-то крутое. От каких-то вот это мне подойдет на багажник постелить. А? А, нашел? А, это витрина, да? От киндера. Всегда дарит радость. Блин, да ее тоже можно забрать. Такую вещь полезную. Из нее металл можно повырезать. Вот эти квадратики пригодятся в хозяйстве. Ой-ой-ой, блин, подумал айфон. Капец. О, фотоальбом, нифига себе. Опа, опа. Мышка компьютерная, игровая. Правда, зарыганная в хлам. Но ее купят рублей за сто. Ее отмыть просто надо. О, новая для туалета вот эта вот крышка. Целая вообще. Для туалета ободок. Вот это купят тоже чесночница и для капусты или что-то типа этого. Ух, этаж вейп старый капец, электронная сигарета. О, это может быть серебро. Но нет. Это что? Нифига, термометр какой-то. Обалдеть. Это редкая хрень. Ого, нифига тут рюкзачелло. Ребят, посмотрите, какой рюкзак огромный. Но он порвался. А внутри какой-то типа спальник. Вообще рюкзак целый. Его просто надо прошить. Не знаю, может и купят такой. Текст. Что тут у них? Ребятки. Блин, думал что-то тяжелое. Там просто мусор. Блин, это фигня вообще. Жизнь в удовольствие. Это когда в помойках роешься, живешь в удовольствие на самом деле. Это от чего такая? Я бы жил такой. Это тупо мне жить можно реально. Так она двухместная. Полный рост. Еще место осталось. Да, это, сука, кормилица вечно Галиковая. На нее вообще полагаться нет смысла никогда. Но в целом, может, попробую залезть, испытать удачу. Вдруг где-то тут в пакетах что-то будет. Опа. Сумочка Пандоры. Ничего нет. О, тут, наверное, тряпочка, чтобы вытирать вот эту Пандору. О, как будто вы на схаты. О, да, ребят. Не, это мясо сырое, оно еще не успело стухнуть. Сейчас я его выкину. А вот это вот очень топовая тема. Это бутербродница обалденная, ребят. Она просто шикарная. Походу, она сгорела, ее выкинули. Но я попробую починить. И вот эти тяги я заберу. Какие-то они странные, эти тяги. Так, а чем же мясо мне поотшкребывать? Сейчас вот так вот поотшкребываю мясо вот это. А то оно стухнет, будет дохлятиной вонять. Кто-то котлетки, смотрите, хотел жарить. Да идите нехуй. Вот, мясо отколупываем и забираем технику. Блядь, ну и все в кроссовке, ебаная рот, блядь, сыпется. Заебала ты нахуй. Ебучая котлета, сука. О, тайп-сишечка новая. Капец имба. Так и знал, что там что-то будет. Я всегда пустые коробки от техники проверяю на наличие вот таких ништяков. Просто имба. Новая тайп-сишечка, меня на халяву. Ой, ебать, я пёрнул, ребят. Прям сидя на мопеде. Блин, как это обалденно. Сидишь так сбоку чуть присаживаешься и пукаешь. Дырочка. Ой, ладно, не важно. Вообще баки что-ли пустые. Да в смысле, блядь? Да какого нафиг фига? Что за дела такие? Баки пустые, блин. И тут еще пожар был. Ну тут бывало, что-то ставили раньше. Сейчас вообще помоечки скурвили. Пойду пасу тогда, блин. Вот здесь в углу. Тут не видно. Тут можно. Нычки тут еще бывают. О, попал. Попал. Не, не попался. Не понял, что это я сейчас увидел тут. Так это ж засохший котях. Охренеть. Засохший, ребят, котях. Ебать, его жрут опарыши. Они едят говно. Ой-ой-ой-ой, ребятки. И кормилица на таком островке на возвышении стоит в такой красоте. Какой же здесь вайп, посмотрите. Как вайбовенька. Какая огромная коробка от телека. Нифига тут вайп. Ебать, там высота. Так нифига себе, как помойка возвысилась. Обалденно. Но баки пустые. А нет, есть чуть-чуть свежачка. Есть где порыться. О, колготочки. Одна пара женские. По 20 рублей берут. Обалденно. О, что-то есть. Бумага всякая. Блин, я думал, мало ли вдруг нам набор вот этих ложек. А это что? Какая-то коробка. Сундук. Сундук Пандоры поломанный. Ну, красивый. Блядь, напылила, сучка. Ты что пылишь, блядь, а? Кормилица. Ты что, зачем это наделала? Я же рылся в тебе. Я наслаждался. Что это такое, ребят? А, это памперс с мочой. А ее получится выдавить? Не, она, кстати, не выдавливается. Познавательный контент, согласитесь. Колготочки забираю. Ребят, проезжал мимо и увидел вот так вот скрытную кормилицу. Я никогда не знал о ее существовании. Там логово конкурентов. Ребят, логово конкурентов. Поеду лучше дальше. Опа. Я называю эту кормилицу советское. Все, потому что здесь мы находили тот легендарный советский календарь, который переворачивался. Помните? Тут просто, видите, дома вот такие старые, советское что-то могут выкинуть. Поэтому это и советская кормилица. У меня у многих кормилиц есть свои прозвища. Это вот советская. Лак был для волос немножечко. О, что за коробка такая красивая. Посмотрите, вау. Опа. Нифига себе, что я нашел, ребят. Посмотрите, тестер, мультиметр. Батарейку, наверное, надо вставить. Да, ее нет. Он как новый вообще. Со штыкерами. И с коробкой. Вот штыкера от него. Блин, так это... А, вот тут одно поломанное. Вот это и нет. Пимпочки для проверки. Короче, забираю. Вот это топ находка. Нам такое всегда надо. Новый мультиметр. Вообще тема. С мужика по лайку, ребят. О, рюкзачок. Смотрите, какой целенький. Как будто он. Да, вообще целый. Отличный рюкзак. Вообще офигенный. Снизу чуть дырочка небольшая. Да это пофиг. О, три бачка каких. Они меня ждут или нет, эти баки? Давайте проверим. Вдруг меня ждут. Ммм, смотрите. Какая шубка стильная. Так она реально стильная. Ее просто надо подзашить, постирать и все. Забираю. Еще курточка. Это кожанка? Облезлая или нет? Да, облезлая. Не, ну вещички это, конечно, хорошо. Ну, сука. Детехника, блядь. Ебучая, сука. Детехника, блядь. Ой, какой вайп. Вот осень на дворе. Так пахнет листвой это все. Обалденно. Сдолбали конкуренты. Чистят провода, блин. От меди. Аж медки эти выкидывают. Могли бы, блин, пару раз мне хотя бы порадовать целыми проводами, нечищенными. Где Диме? Где Димечка? Где Диме? Где Диме? Ой, 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 какая тут дорога. Ой, дворники. Пофиг, залутаюсь аккуратненько. У меня есть пропуск мусорным баком. А, да тут вообще все вывезли, блин, конкуренты. Сука, конкуренты, блин. Крокодилы, падлы, все ездят, вывозят. Весь лут с помойками вместе, все вывозят, сука. Охренеть. Так это кобровые тяги. Из кобры сделали эти тяги. Ребята, охренеть. Кобровые, вот эта гремучая змея, знаете? Из нее сделали вот эти тяги. Так это стиль. Это сейчас модно такое. Беру это, должны купить. Вы нас с хаты, ребят. Вы нас с хаты. Что это? На фенка эта насадка. Какой-то типа рюкзак. Я в него как раз находки сложу. Щеточка вот такая для обуви. Чехлы на айфон. Вот такая для пылесоса щетка берем. Нифига себе, какое крепление для телефона. Вау. Вау. Так оно обалденное, ребят. Положу сюрприз бокс. Либо себе оставлю. Капец удобная тема. Нифига себе. Чехол для очков. Его тоже купят. Какие-то белые шнурки. Рассыпью. Ну, такие мелочи я уже не беру. Так, а вот это что? Какие-то завязки. Декатлон. А, это наверное что-то для спорта. Берем насадки для чего-то непонятного. Вот еще такой чехол. Так, а что вот это такое? Для керхера походу насадки. И вот это, и вот это. Забираем. Их могут купить. Вот это вырезать походу бумага для выреза. Так, еще насадка. Может это от парогенератора насадки? Возможно. А где парогенератор? Вот это насадка топовая. Короче, я все их возьму. Может их купят. Кто-то вдруг ищет. И вот это возьму. Парогенератор не выкинули? Обидно. Могли бы и выкинуть. Сука, крокодил тут уже побывал, блин. Всю малину мне попортил. Вот это кормилица хорошая. Свежачок сразу мне закинули. Отлично, отлично. Ну, приступаем к разрыву. Так, когтеточка бэушная, убитая. Губка для посуды, блин, тоже. Помянем. Так, это клетка от майнинг фермы. Может еще резиночки. Это для кухни столешницы. Кусочек столешницы. Коробочки. О, хлопушечка взорванная. О, полотенечко. Вот это беру на тряпки себе надо мне. Сука, кто-то тут порылся буквально вот-вот. Так это уж шматковидные шмотки. Это сейчас на осень люди будут покупать курточки всякие. Вот такие пальто такое может купят. И вот такое пальтишко тоже может возьмут. Берем, берем. О, свежачок. Аккуратненько подлутаем. Аккуратненько подлутаем. Подлутаем аккуратненько. О, очка лента. Вот это деду надо. Беру. Так откачка ленты как отказаться? Она всегда нужна. С этим разве поспоришь, ребятки? Ну тут прям сразу еще одна кормилица. Ну она такая, не всегда она дает меня. Редко балует чем-то. Ну раз на раз не приходится. Помойки рандом. Может сейчас повезет. Вот что-то выпало. Что это такое? Little Wild. Ух, нифига себе. Так это женские вот эти штуки. Тени. Вот это беру. Ну вот хоть что-то нашел. О да. О да, Биби, иди ко мне. Иди к папочке. Сюди. Находочки, Биби, сюди. Вот. Сумочка женская. Ух ты. Алиси ОНЕСКО. Так это дорогой бренд. А что у нас в кармане? Так. Так. Ничего. Ну сумка целая. Кружка-то целая. Царь всей семьи. Ух ты. Вот я дедю-нядя. Сейчас только вот это вот помои достану. Вот. И можно забирать. Царь всей семьи будет из нее пить потом. Ребята, подъезжаю к Рублевским помойкам загородным. О да, Биби. Я их просто обожаю. Но редко, очень редко что-то получается найти. Но бывает иногда, ребят. Иногда. Прям редко, но бывает что-то находится. О. Это ж ложки и вилки. Это мне надо. Вот вынос, возможно, из загородного дома. Ого, что-то тяжелое. Мыльнорыльное? О да, тюбички. Вообще с мыльнорыльным. Харт-очиститель затвердевшей пены? Нифига. Так это вообще имба. Мыльнорыльное. О, это что? А что вот это такое? А, это подставка для чего-то. Для зубных щеток. Может купят. Тоже возьму. Офигеваюсь с этих наглых конкурентов. Вот ты берешь. Вот я роюсь в помойке. Он подходит. Начинает тоже рыться. Капец. Еще и здесь, сука, конкурент. Да ну это кошмар. Ой, блядь. Сука. Посмотрите, какие дома. Я не залутал кормилицы загородные из-за двух конкурентов. Все, блин, попортили мне. А вдруг там айфоны были, сука? Блин. Ебанерет. Ой, ой. Не, надо притормозить аккуратно. Так можно и разбиться, ребят. Бугров этих наделали. Кошка побежала. Вот тут кормилица есть. Это мой карт-бланш. Шанс на успех. Возможно, она мне что-то даст. Вон она. Так, проеду вот так к этой кормилице. Вот она, посмотрите. Тоже как бы загородная. Фу, какие-то кишки в лес. О-о-о. О-о-о. Сочная кормилица. Биби. Биби. Смотрите, какая биби. Биби. Биба, да, с ней сегодня ты? Нет. Кормилица. Сучка, я тебя отшлепаю. Ты что, папочку, не радуешь? Я не понял. Вот это вот аж курки от картошки памперсы. От кильки головы. Ты, сука. Я тебя отшлепаю по попке, сучка. Еще раз. Я увижу, что на помойке голяк. Я тебя, кормилица, буду шлепать так, что ты покраснеешь, сучка. Аварийная? На кормилице авария случилась. Что за авария тут могла случиться? Бомжи обосрали мусорные баки или кто? О, вот тут кормилица топовая. Блин, а как? Как мне пройти? О, да. Вот эта биба просто шикарная, ребят. Посмотрите. За заборчиком недоступная. Но это она вид только делает, что недоступная. Видите? Она доступна. А вот здесь что? Да, сука, крокодил, падла. Уже побывал в моей кормилице. Засунул сюда свои лапы. Да как так, сука? Как так? Я не понимаю, что в этой жизни я делаю не так. Я все делаю, как по инструкции. Пришел на кормилицу, разодрал. А тут, сука, галяк ебать. Что мне делать тогда так? Что делать мне, если галяк на помойке? Мне же надо денежки зарабатывать. Ебаный врод. Опа. Тяговидная кормилица. Смотрите. Клобуки. Но сейчас не сезон клобуков, поэтому я их не беру. Ух, как тут пахнет приятно. Какими-то ароматами. Приятными, я не знаю. Духами. Чем-то тут пахнет прям в кормилице. Крабики вот ели. О! В синих пакетах, возможно, вы нас с хаты. Делаем ставочки. Ну, как будто... Нет. Это с магазина. С магазина всякие бытовые бибы. А-а-а. Ля. Не, ну вот эти тяги я бы забрал. Зара. Посмотрите, ребят. Лакированные как новые вообще. Пару раз обули их и все. Не, ну такие можно взять. Так тут походу... Ух ты! Джелкс. Ребят, фирма Джелкс дорогущая. Вот такие кроссовки женские. Без телек. 35 размер. А тут, смотрите, курточка вот такая тоненькая. Ля. Да, я все буду брать. Шлепетки вот такие. Тоже какие-то брендовые. Тоже беру. Нифига. Вау, какая юбочка. Тоже может купят. Шлепки Adidas. Нифига себе. Как будто оригинал целые возьму. Нифига попшикаться. Акс эффект. Кайф. Обалденно. А что вот это такое? Может вы мне объясните, ребят? Что вот это такое? Такая штука для кошки, да? Походу играть. Духи дольче габана. Остатки. Тоже на себя попшикал. Чтоб хоть чуть-чуть пахнуть. А то помойками заваниваюсь, когда в них роюсь. Походу это для кошки. Что-то играть как-то, да. Кошачья игрушка. Какая-то странная. Заберу ее. И шлепеточки. Нифига себе, какой матрасик хороший. Правда, дырявый. Зашивать придется. Но братья его не...